Не жизнь, а сплошные неудобства, но потерпеть советует еще как минимум год. Сегодня специальная комиссия озвучила дату окончания строительства путепровода в Чистые пруды. Без детского сада остались больше 2000 кировских малышей. Сегодня в городадминистрации попытались объяснить, как решается проблема распределением путевок в детские сады, при том, что уже с 1 августа комиссия по выдаче направлений прекращает свою работу. В области за день прошло 12 митингов против повышения пенсионного возраста, и ожидается новое, коротко о важном, в специальной рубрике. 60 человек тушили крупный пожар на заводе в Коминтерне. Вечером 30 июля там загорелся цех по производству алюминиевых изделий. Такое бывает редко. Положили асфальт, посеяли газон и даже соорудили клумбы. Сегодня представители КТК показали, как могут благоустроить территорию после коммунальных раскопок. В городе продолжаются реконструкции теплосетей. О главных событиях вторника, 31 июля, расскажет информационный канал «Город» в студии Артема Панекаровских. Здравствуйте! Потерпеть придется еще минимум год. Сегодня специальная комиссия озвучила дату окончания строительства путепровода в Чистые пруды. Работы на путепроводе, которые должны связать центр города и микрорайон, ведутся уже третий год. При этом сроки окончания строительства уже не раз переносились из-за недостатка финансирования. Все это время жители домов, рядом с которыми ведутся работы, вынуждены в прямом смысле слова испытывать огромные неудобства, о чем уже не раз кричали, а в ответ получали «потерпите еще». Все подробности в сюжете Артема Миронова. Вот это все раскопано, но не огорожено. Здесь постоянно бегают дети. Это же очень опасно. Из окон своей квартиры Татьяна ежедневно наблюдает за строительством путепровода в Чистые пруды. Говорит, шум от работ не дает спокойно жить ни ей, ни ее маленькому ребенку уже третий год. Ради тишины потратилась даже на новое шумоизоляционное окно. Но ей это не помогло. У нас перерыли всю стоянку. Мы вынуждены ставить все они в домах машины. И еще вот как молодая мама я езжу. Когда на коляске, если хорошая погода, если плохая, приходится вызывать такси. Я три раза вызывала такси, ко мне машины не едут. Отдельная история с условиями во дворах. Дороги, стоянки и тротуары в районе улиц Поповой и Комсомольской перерыты еще с 2017-го. Не проехать, не пройти. Это при том, что никакие работы во дворах давно не идут. В прошлом году здесь перекладывали теплосети. Местные жители сидели без горячей воды. И искренне надеялись, что в этом году проблем с водой уже не будет. Нет горячей воды у нас же, дом 58. Туалета нету. Отключают часто. Ну вот в данный момент воды горячей нету. Ну горячей нету, холодная есть. А горячей-то нету сколько уже? Угу. Недели три уж, наверное. Ради дополнительных опор для нового путепровода в прошлом году снесли несколько домов на Поповой и Комсомольской. Для этого пришлось расселить жителей. Подрядчики собирались закончить строительство уже в этом году. Но из-за финансовых проблем сроки переносились. Специальная комиссия вновь собралась на месте проблемного строительства путепроводов «Чистые пруды». И, судя по всему, строительство путепровода закончится только через год, то есть в 2019 году в августе. Примерную дату окончания работ сегодня озвучили представители подрядной организации, которая ведет работы. А Илья Шульгин, который был во главе комиссии, сказал, самое главное, что работы вообще ведутся. В сроки подрядчики уложиться должны, к тому же проблем с финансированием строительства уже быть не должно. И снова обратился к людям. А если говорить о том, чтобы какие-то купировать неудобства, которые доставляют строительство большого объекта, ну, могу сказать только одно, давайте все немножко потерпим, чтобы в августе 2019 года этот объект принять в эксплуатацию и уже воспользоваться всеми благами, которые он с собой несет. После строительства путепровода в Чистые пруды, по словам Ильи Шульгина, будут развивать инфраструктуру самого микрорайона. Также в планах властей сделать выездную дорогу из Чистых прудов в микрорайон Радужный и на южный объезд Кирова. Артем Миронов, Никита Рябинков, информационный канал «Город». Без детского сада остались больше 2000 кировских малышей. Сегодня, в день окончания распределения путевок в детские сады, в городадминистрации попытались объяснить, что происходит. В последнее время молодые мамы стали жаловаться на то, что путевки в детские сады им либо не дают, либо предлагают места в учреждениях, которые находятся за много километров от дома. Обращались мы к начальнику департамента, они разводят руками, что нет мест. Написала я жалобу в прокуратуру, вот жду ответ. Нашей проблемой никто, по-моему, не занимается. На прошлой неделе мы рассказывали о семьях, которые встретились, чтобы попытаться решить общие проблемы. В каждой семье малыш, которому исполнилось три года, путевки в детские сады департамент образования дает в районе, который находится, как правило, на другом конце города. В городадминистрации попытались объяснить, что происходит. В заявлении, конечно, родители указывают, какой детский сад им более предпочтителен. Но когда места в этих детских садах заканчиваются, Александр Львович уже сказал, то предлагаются близлежащие детские сады, когда там заканчиваются места, предлагается все, что есть в наличии. И уже родители определяют, есть у них такая возможность, есть желание или нет. Более того, никаких средств на помощь, например, на оплату такси в таких случаях в городском бюджете не предусмотрено. Уточнили спикеры, неизвестно признались, как быть молодым мамам, у которых заканчивается декретный отпуск. А устроить ребенка в садик они не могут. Таких в этом году больше двух тысяч семей. Мест в детских садах свободных не осталось. С 1 августа комиссия по выдаче направлений прекращает время на свою работу и прекращает выдачу направлений. Чтобы хоть как-то изменить ситуацию в этом году, в Кирове строится шесть новых детских садов. В Урванцево, Озерках, Чистых Продах, в Нововятском районе. Но новые детские сады смогут вместить всего лишь полторы тысячи детей. Свалки автомобильных покрышек теперь находят даже в центре города. По области митинги против пенсионной реформы собрали порядка шести тысяч человек. А 2 августа уже по традиции на Театральной площади отключат фонтан. Подробности далее. Наш эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». В Кирове активисты ОНФ обнаружили еще одну свалку автомобильных колес. Она находится возле одного из сервисов шиномонтажа по улице Маклина. Общественники насчитали более двухсот покрышек. За последний месяц было обнаружено еще несколько свалок колесной резины в черте города. К примеру, в районе Ганина. Напомним, что резина относится к четвертому классу опасности. И владельцам таких свалок может грозить штраф до 250 тысяч рублей. В области за день прошло 12 митингов против повышения пенсионного возраста. Их организовывали в Яранске, Кирово-Чепецке, Санчурске, Вятских Полянах, Кельмезе, Орлове, Амутнинске, Котельничье, Белой Холунице, Богородском, Налинске и Даровском. В среднем каждый из митингов собрал около 500 человек. Жители области высказывались против повышения пенсионного возраста. Кстати, Кировская федерация профсоюзных организаций обратилась к президенту России с предложением провести всероссийский референдум по этому вопросу. Ответа из Москвы пока не поступило. По программе «Безопасные и качественные дороги» после ремонта приняли улицу Луганскую. Она стала 30-й из 82-х, которые планируется отремонтировать в этом году. Кстати, на сэкономленные по этой программе деньги чиновники собираются дополнительно отремонтировать еще Октябрьский проспект, Стахановскую, Мира в Радужном, Полевую. Также стало известно и о начале строительства кольцевой развязки между Советским трактом и Южным обходом. Работы там будут закончены в сентябре. 2 августа в Кирове отпразднуют День воздушно-десантных войск. На время гуляний на Театральной площади отключат фонтан и перекроют ряд улиц. Казанскую от Орловской до Пятницкой. Московскую от Казанской до Набережной Грина. Динамовский проезд и Пионерский переулок. Мероприятия начнутся с 10 часов утра. Впереди еще много интересного. Смотрите во второй части нашего выпуска. 60 человек тушили крупный пожар на заводе в Коминтерне. Вечером 30 июля там загорелся цех по производству алюминиевых изделий. Такое бывает редко. Положили асфальт, посеяли газон и даже соорудили клумбы. Сегодня представители КТК показали, как могут благоустроить территорию после коммунальных раскопок. В городе продолжается реконструкция теплосетей. Эфир Первого городского канала начинает меняться с 1 августа. На нашем канале есть много мультфильмов, а в ближайшее время появится и много новых и хороших фильмов. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. 60 человек тушили крупный пожар на заводе в Коминтерне. Вечером 30 июля там загорелся цех по производству алюминиевых изделий. Подробности в рубрике «Место происшествия» напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Пламя вспыхнуло в цехе по производству алюминиевых изделий. На место выехало 20 пожарных расчетов. С огнем боролись 60 человек. В результате пожара в ангаре сгорело производственное оборудование и закоптились стены. Причиной пожара стала неисправность производственного оборудования, связанная с нарушением технического процесса производства. Сумма ущерба сейчас устанавливается. Два человека получили травмы в ДТП на улице Герцена. Там столкнулись встречные автомобили «Лада Приора» и «Мерседес». 28-летняя женщина-водитель автомобиля «Лада Приора» при повороте налево на прилегающую территорию не убедилась в безопасности и предоставила преимущество встречному автомобилю «Мерседес» и совершила столкновение. После чего осколки причинили ущерб при паркованном автомобиле «Хёнде Гетц». В результате происшествия оба водителя получили травмы, но как госпитализация не потребовалась. Неудачно прошло собеседование о новом месте работы у сварщика из Юрьянского района. Мужчина после встречи выпил, сел за руль своей джеты и залетел на бордюр. Лихача заместили активиста ночного патруля, которые помогли задержать нарушителя. Лети на сварьбу! Я подругу дожидал, что с подругой договориться, чтобы здесь вот устроиться герой. Теперь, помимо собеседования, водителю предстоит давать показания в суде за пьяное вождение. Ему грозит штраф и лишение прав. Такой случается редко. Положили асфальт, посеяли газон и даже соорудили клумбы. Сегодня представители КТК показали, как на самом деле могут благоустроить территорию после своих коммунальных раскопок. В городе продолжается реконструкция теплосетей. Очередной объект завершен на территории 194-го детского сада. Восторг не скрывал даже директор КТК Дмитрий Яшин, не говоря уже о журналистах. Трубы заменены. Качество теперь теплоносителя будет отличное. Больше мы здесь мешать своими раскопками не будем. После этого было принято решение все-таки восстановить благоустройство. Причем восстановить в таком отличном виде, что теперь даже могут проезжать здесь машины, в том числе и грузовые, в том числе и пожарные. После проведения работ на территории детского сада рабочие положили новый асфальт, облагородили территорию. Обычно после коммунальных раскопок совсем другая картина. Горы земли, грязь и щебень вместо асфальта. Кировочепецк, Киров, улица физкультурников. Вместо газонов и нового асфальта горы глины. Впрочем, Дмитрий Яшин не согласился с мнением о том, что хороших примеров благоустройства единицы. Пообещал, что ровно так же качественные, как и в 194 детском саду, они будут работать и на других объектах. Всего в этом году в КТК запланировали реконструировать около 30 участков теплосетей. Это те места, где уже нет смысла устранять десятки мелких прорывов, а есть смысл просто заменить несколько сотен метров труб. В этом году самые крупные объекты на Пугачево, Некрасово, Шинников и в Нововятске. Со всеми объектами реконструкции специалисты пообещали закончить к началу отопительного сезона. Эфир Первого городского канала начинает меняться. В ближайшее время на нашем канале появится много новых и хороших фильмов, а уже с 1 августа еще много самых добрых мультфильмов и интересных сериалов. Итак, каждый будний день, начиная с 1 августа, в 5 вечера Первый городской начинает показывать российский сериал «Затмение». А в выходные дни в то же время на нашем канале стартует зарубежный сериал «Под прикрытием». Также с понедельника по пятницу с 7 и с 8 часов утра для самых маленьких мы начинаем транслировать мультфильмы. Например, такие как «Маша и медведь», «Провозик Тишка», а еще проект Александра Ревы «Колобанга». Мультфильмы будут продолжаться и в выходные дни, но уже полнометражные. На этом обновление эфира Первого городского канала не остановится. Еще ряд изменений для зрителей мы подготовили на сентябрь. Внимательней следите за анонсами. Таким был этот вторник, 31 июля. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 470706. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова. Первый городской канал». В студии для вас сработал Артем Панекаровских. До скорой встречи.